Сегодня истекает срок подачи кандидатур на пост главы госконтроля. На эту должность президиум Сейма получил ровно одну заявку с фамилией нынешнего госконтролёра Элиты Крумени. Её выдвинула комиссия Сейма по общественным расходам. Парламент, похоже, склоняется продлить срок её полномочий, но и тут её работы довольно не все. Подробнее расскажет Сергей Герасимов. В этот кабинет Элита Круменя входит последние четыре года чуть ли не ежедневно. И, похоже, здесь она задержится ещё на четыре года. Стиль работы госконтролёра пришёлся по вкусу комиссии Сейма по общественным расходам. По словам самой Крумени, она готова продолжить работу. За последние четыре года ведомство стало проводить более углублённые проверки, которые приносят результаты, утверждает кандидат. После нашей ревизии другие меры ответственности, которые наступают, очень разные. Начиная, как я уже сказала, от уменьшения заработной платы, от увольнения и другое. От 2014 года это уже почти 60 персон, которые под таким видом ответственности уже наказаны. На следующий срок к кандидатуру Крумени выдвинули семь членов парламентской комиссии по общественным расходам, а также депутаты от объединения регионов. О своей поддержке госконтролёра, пускай и чисто моральной, уже заявили и президентный премьер-министр. Парламентское большинство также склоняется к переизбранию Крумени. В том числе и бывший госконтролёр Ингуна Судраба. Я не считаю, что результативность оценивается громкостью проверок. Результативность оценится в том, как внедряются в жизнь те рекомендации и какие рекомендации были даны госконтролю. За последние четыре года из-под пера и калькулятора сотрудников госконтроля вышли ревизии о сферах неплатежеспособности, социальной опеки, пожарной безопасности. Отдельно госконтроль выделяет проверку услуг скорой помощи в стране, после которой служба неотложки перестала арендовать машины и купила свои собственные. Поддержать Крумени обещают и в единстве. Не скрывая, впрочем, госконтролю не мешало бы более тесно сотрудничать с другими ведомствами, чтобы ревизии приносили ещё больше пользы. Начнём с того, что президент и премьер высказали свою поддержку до того, как депутаты выдвинули госпожу Крумени, что даёт уже такой очень большой кредит доверия. Это заслуженный кредит доверия? Ну, я думаю, что если общество доверяет, если мы опять смотрим по такому принципу, общество доверяет тому, что делает госконтроль. Если мне не нравится кандидатура, я должен сказать, во-первых, он мне не нравится потому, 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 потому. Если это можно сказать, и это объективно, и аналитически обоснованно, смотрим другую кандидатуру. Напомним, на последнем заседании перед зимними каникулами Сейм во втором чтении принял законопроект, расширяющий полномочия госконтроля, позволяющий взыскать с чиновников ущерб, нанесённый государству. Если этого не сделает вышестоящее над чиновником ведомство, то госконтроль сможет сам обратиться в суд. Когда эти поправки Сейм примет в окончательном чтении, ещё неизвестно. Но о них Крумене говорило с самого начала своего первого срока. Срок полномочий главы госконтроля истекает 23 января. Утвердить нового Сейм должен на ближайших заседаниях.